25 февраля на реке Чульман прошел первый этап открытого первенства Нерюнгринского района по автокроссу. Около 10 участников в этот день решились принять вызов. По соревнованиям сейчас полчаса тренировочные заезды. Друг за другом аккуратно смотрим. Кто хочет в боевом режиме, только смотрите, что впереди до следующей машины метров 300-400 было. Трасса представляла собой кольцо, пролегавшее по замерзшему руслу реки. Расстояние круга чуть больше километра. После тренировочных заездов началась квалификация, во время которой автогонщик должен постараться показать наилучшее время на круге, обеспечив тем самым себе наиболее выгодную позицию на основном старте. Как в Формуле 1 Полупозишн. Давно уже увлекаешься мотогонками? Ну, с 7 лет. С 7 лет? Ну, с картинга начинал. То есть, как и все нормальные спортсмены. То есть, с картинга. Вообще, когда-нибудь в мыслях, может быть, в мечтах на Дакаре побывать? Желание? Желание большое. То есть, вы вот и эту машину я покупал, то есть, и по ругам управления поучаствовать. К сожалению, просто пофинансировать, это очень дорогой вид спорта. После тренировочных и квалификационных заездов на финальные старты вышло 8 участников. Одновременный старт – это всегда красочно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Правила просты. Преодолеть 4 круга и вырваться в лидеры, что очень непросто. Ведь регламентом разрешается контакт с соперником. На основные старты дается 3 попытки, то есть, 3 заезда по 4 круга. Но только лучшие 2 идут в зачет. И тут, конечно, неоспоримое преимущество – это позиция на старте, которую гонщик получил при квалификационных заездах. Продолжение следует... 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 Погода в этот день просто баловала. Температура, казалось, поднялась до рекордной для февраля отметки. Синее небо, яркое солнце и ледовое зрелище, организовала которое Нюрнгринская федерация автомотоспорта.